здравствуйте дорогие друзья сегодня 28 января и мы с вами завершаем изучение 5 урока мы изучаем с вами послание к евреям на этой неделе наша тема была иисус податель покоя сегодняшняя тема но это подведение итогов всего урока фактически на этой неделе мы с вами говорили о том что израильтяне не смогли войти в покой а входим в покой мы и это покой это покой веры и мы говорили также о том что есть особый день который знаменует этот покой веры это день субботний седьмой день недели очень важно что в послании к евреям апостол павел упоминает именно субботу как знак завета с богом и как знак покоя во христе апостол павел не упоминает нигде соблюдение воскресного дня как некий знак принадлежности богу принадлежности его народу как некий знак верности ему или воспоминания о чём-то хотя казалось бы христиане всего мира сегодня очень подчеркивают воскресный день именно воскресный день как знак знамения воскресения иисуса Христа и как знамя такую знаете знамя церкви что сегодня церковь соблюдая воскресный день тем самым празднует воскресение иисуса Христа и что это Это самая главная истина. На этом стоит вероучение многих конфессий. Мы видим в Священном Писании подчеркивается именно суббота. Это говорит о том, что во времена апостола Павла и церковь жила этой практикой. Церковь продолжала соблюдать субботний день и видеть в этом дне некий особый символ, особый знак. И мы с вами разбирали на этой неделе, что это символ и творение, что Бог создал весь наш мир и создал нас с вами, что Он вложил определенное предназначение, определенную миссию в каждого из нас, что мы произошли от Бога и, соблюдая, помня о субботнем дне, мы также помним о том, что Бог наш творец. Также мы с вами смотрели тексты, которые говорят, что суббота – это напоминание о нашей свободе, сегодняшней свободе во Христе, освобождении из рабства. Мы были рабами греха, рабами смерти, мы жили в страхе смерти. И всякие пагубные привычки и греховное поведение владело нами. Всякий, делающий грех, есть раб греха, говорил Иисус. Иисус нас освободил. Стойте в свободе, который даровал вам Христос, говорит апостол Павел. И суббота – это знак этой свободы во Христе, сегодняшней нашей. И также мы говорили о том, что суббота является и признаменованием того будущего покоя, того рая, той гармонии, которую Бог нам обещает именно в будущем. Итак, суббота – это особый символ, особый знак. И во времена апостола Павла церковь продолжала соблюдать субботу как знамение принадлежности Богу и его народу. Но что произошло позже, и здесь я хотел бы прочитать те цитаты, которые приводятся в урочнике. К сожалению, очень рано, в самом начале второго столетия уже церковь стала отступать от этой истины Божьей и этой практики соблюдения субботы. К сожалению, суббота, соблюдение субботы стало приравниваться к тому, что ты приверженец иудаизма, старых порядков, ветхого завета. И что ты фактически являешься, ты не принимаешь Христа, не принимаешь его благодать тем, что ты соблюдаешь субботу. Вот такие понятия стали входить в церковь уже во втором столетии, после того, как последний из апостолов ушел из жизни, церковь стала отходить от Божьей истины. Вот Игнатий Богоносец, так называемый, который жил около 110 года нашей эры, он говорит, если жившие в древнем порядке дел приближались к новому упованию и уже не субботствовали, но жили жизнью воскресения, в котором и наша жизнь воссияла через него. То есть подчеркивается факт воскресения, соблюдение воскресного дня в противовес соблюдению субботы. Да, в то время христиане стали отмежевываться от иудеев, чтобы их не путали с иудеями, потому что на иудеев были серьезные гонения. Иудеи продолжали новые и новые восстания воздвигать против римлян. И это было то время, когда церковь хотела дистанцироваться от иудеев. И соответственно в вероучении церкви тоже стали происходить определенные перемены и в практике церкви также. Точно так же Маркион Синопский приказал своим последователям поститься в субботу в знак отвержения евреев и их бога. Мы знаем, что евреи не постились в субботний день, потому что суббота для них это праздник был, и поститься в субботу это было грешно. А здесь мы видим, что некоторые христиане стали специально практиковать пост в субботний день, чтобы показать, что они отвергают вот эти иудейские пережитки прошлого, как они это понимали. Был еще такой Марк Пиавоний Викторин, и он не хотел произвести впечатление, что соблюдал субботу иудейскую и намеренно нарушал субботу. И вот такие перемены происходили в жизни церкви, к сожалению, но в последнее время Бог снова эту истину как бы вынимает из-под вороха тех наслоений, каких-то традиций церковных и очищает и освящает ее. И снова эта истина о субботе, она стала высоко, она стала проповедоваться, и сегодня немало конфессий уже придерживаются соблюдения субботнего дня. Ну и собственно наша с вами также церковь адвентистов седьмого дня также соблюдает субботний день, и считает соблюдение субботнего дня не просто таким факультативным делом, необязательным, а считает, что это действительно заповедь Божья, закон Божий, и соблюдение субботы строго обязательно. Почему? Потому что суббота является знаком спасения во Христе. Суббота является знаком покоя веры во Христа. И хотелось бы попросить вас, друзья, чтобы вы написали в комментариях, что вы думаете относительно субботы, как суббота взаимосвязана с оправданием по вере. Каким образом субботу можно соблюдать законически, а каким образом можно соблюдать ее верно по-библейски? То есть что такое законическое соблюдение субботы, а что такое соблюдение субботы по вере? Напишите, об этом будет интересно поделиться мнениями. А сейчас я хотел бы с вами вместе помолиться. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам эту истину о субботе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня ищешь глубоких, искренних, истинных, подлинных отношений с Твоим народом. Господи, мы благодарны Тебе за Иисуса, Господина субботы, который сегодня входит в общение с нами. И просим Тебя, сегодня день приготовления к субботе, помоги, чтобы каждый из нас мог успокоиться от дел своих, как Ты некогда успокоился от своих. И мы могли бы в этот наступающий субботний день вместе с Тобой пребывать в общении. Благослови нас, будь прославлен в жизни Твоей Церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Вам, дорогие друзья, что вместе с нами продолжаете изучать послания к евреям. Впереди еще очень интересные темы. Пусть Господь благословит Ваш сегодняшний день и наступающий субботний день. Всего Вам доброго и до свидания.